Глава 145. Осень в Будапеште напоминала Венскую. Солнечные дни, знойная дымка над крышами, а потом вдруг ударили дожди. Мы с Наташей остановились отдельно от всех в гостинице «Рояль». Главное, не показать соперникам спортивную несостоятельность. Скрыть, утаить ущербность спортивной формы. Мы коротали время подальше от гостиницы, в парках или на острове Маргит. Я даже тренера видел редко. Кроме силы я полагался на опыт. Я уже знал кое-что о борьбе. Вызовы Эндерсона, угрозы газет подавить меня силой шимански, категоричное, порой бестактное заявление Губнера. На то и спорт. Взять верх, отнять титул. Я был сыт тренировками и силой. Сыт по горло. Все, что напоминало о штанге, вызывало отвращение. Мы с Наташей говорили о том времени, когда я брошу спорт. Нам казалось, это время будет замечательным. А почему бы ему не быть таким? Трамваем возвращались в центр. Старались незаметней проскользнуть в номер. А вечерами в ресторане к нашему столу подходил и играл скрипач-горбун. Каким глупым и надуманным представлялось мне бахвальство силой. Чемпионаты мира! Сорю днями. Болью мечу дни. А зачем? Всего лишь очередной чемпион в списке чемпионов. Для чего все это? Если время смывает, смоет память. Что доказываю? А газеты рассуждали совсем в духе венского журнала «Атлетик». Уже несколько дней Юрий Власов прогуливается со своей супругой, высокой стройной блондинкой, возле гранд-отеля «Рояль», заставляя восхищаться собой множество людей со всех концов света. Чемпион мира охотно появляется со своей женой, по слухам художницей, и, надо признать, Власовы представляют собой прекрасную пару. В противоположность остальным русским атлетам, Власов остановился в отеле «Рояль». Неверно. Кому какое дело до моего состояния? Я чемпион. Я из счастливчиков. Я купаюсь в славе. Я непробиваемо здоров и готов взять еще одну победу. Это была не первая, не последняя встреча с газетной выдумкой, с узостью приложения к тому миру, который носит имя «Большой спорт», с непониманием существа спортивного труда, платы за победы, цены усилий, недопониманием конечности силы, выгребаемой предельными напряжениями. Я не ведал тогда, что самый близкий человек предавал меня, впрочем, как и во всю жизнь, с первого дня, как мы стали вместе. Дело и жизнь моя оказались оболганы и преданы. Я полагал, под ногами земная твердь оступал по болоту, по самой гиблой и гнилой топе. Чести порвать со мной этой женщине не хватало, да и знала ли она, что это такое? Она переступала через любые моральные запреты и лгала, лгала. Это было ее истинным призванием. Ложь. Меня отличало выраженное честолюбие. В то лето оно выгорело в приложении к спорту. С тех пор я уже делал дело. Да. Надо было довести до конца работу, доказать определенные цифры. И я жил для этого, как для дела. Сделать его и освободить себя. Отмерить назначенные шаги. Отступать я в любом случае отказывался. Пройти все шаги. Из страсти, любви. Мечты. Эта большая игра внезапно обернулась делом. Суровым делом. Мой спорт вдруг потерял душу. Я не узнавал его. Дело. Дело. Я пытался понять себя, движение, смысл. А слышал. Счастливый у тебя слава. Да что люди помешались на этом? Что для них слава? Сытость? Ублажение лестью. К такому повороту в жизни я не был готов совершенно. А вопросы, которые она вдруг начала ставить, нарастали лавиной. Я демонстрировал улыбки и бодрость. И в самом деле, разве это испытание? Это еще только начало испытаний. Оно так ничтожно, что его не видно от земли. Береги дыхание, внушал я себе. И не отворачивайся от жизни. Она прекрасна. Она открывается лишь на чувства ее достойные. Ты потерял их. Но обязательно найдешь. Счастливы ищущие.